Вы смотрите программу «Губерния» и вот главная тема выпуска. Еще 65 домов в Иванове могут быть признаны аварийными. Суд обезал мэрию проверить состояние построек, исключенных из программы капремонта. Улицы и магистрали Иванова убирают после зимы. С проезжей части вывозят смет, собочин, мусор. Куда обращаться, чтобы вывезли стихийную свалку и как организовать субботник? У меня в руках макет въездного знака старинное село Шикшово Гаврилово-Пасадского района. В Ивановском политехе состоялась защита проекта «Памятные знаки» на трассе Суздаль-Гаврилов-Пасад. Какие еще работы подготовили студенты и воплотятся ли они в реальность, расскажем через несколько минут. Спортсмены баскетбольного клуба «Энергия» встретили с губернатором и обсудили, где строить баскетбольную площадку 3х3. Площадок для уличного баскетбола в Иванове нет. Это будет первое. Проект современный. Главное – это покрытие и возможность проводить здесь соревнования любого уровня. А также не пропустите. Отвратительное соседство. Ивановцы жалуются на нашествие крыс. В преддверии пожароопасного сезона МЧС предупреждает. Шины после машины. Куда девать отработанные покрышки? Об этом и не только через несколько минут. Прямо сейчас об этих и других событиях подробнее. В студии Алина Марычева. Здравствуйте. Нам вновь приходится начинать выпуски с трагических известий. В Ивановской области проводили в последний путь участника специальной военной операции Александра Рыбакова. Губернатор выразил соболезнования родным и близким героям. Александр Сергеевич Рыбаков служил водителем-электриком в воинской части другого региона. В ходе специальной военной операции проявил самоотверженность и храбрость. Посмертно награжден орденом мужества. Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования семье героя и поручил оказать всю необходимую помощь. К другим темам. Прокуратура продолжает прослуживать иски к муниципальным властям по поводу домов, исключенных из программы капитального ремонта. На этот раз в Иванове, во Фрузенском районе, надзорный орган выиграл дело о признании незаконным бездействия администрации. В рамках проверки прокуратура Фрузенского района установила, что 65 многоквартирных домов были исключены из программы капитального ремонта в связи с высокой степенью износа. Речь о жилых постройках на улицах Юношеская, Парижской коммунной, Рапфаковской, Московской, Менделеевой, Ленинградской, Гаражная, Богдана Хмельницкого и других. Причем жильцы платили взносы в фонд и рассчитывали на ремонтные работы в соответствии с областной программой. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и о возложении обязанности инициировать процедуру признания многоквартирных домов аварийными. Суд требования прокуратуры удовлетворил. Решение в законную силу не вступило. Это не первый иск прокуратуры и не первое такое судебное решение. Если в домах, исключенных из программы ремонта, есть муниципальные квартиры, власти, как собственники, обязаны определить судьбу построек на межведомственной комиссии. Так считает надзорный орган. На прошлой неделе аналогичное решение было принято по 26 домам в Октябрьском районе Иваново. На улицах Калинина, Гнедина, Октябрьской, Водонапорной, Авдотинской. Мы ничего не просим ни у администрации, ни у городников. Покройте нам только крышу. Мы не просим переселите нас, снесите нас. Мы ничего этого не просим. Знаете, вот депутаты, когда были у нас осенью, по-моему, была встреча с депутатами. Ведь чего-то пообещали они вот так вот. А как только выборы прошли, и все, и никто. Исключать дома из региональной программы фонд начал в 2021 году. Оснований два. Высокая степень износа или стоимость ремонта, превышающая сумму, которую смогут собрать жители. Сотни домов остались без каких-либо перспектив. Прокуратура, посчитав незаконным такое решение, стала проводить проверки и обращаться в суды, требуя соблюдения прав граждан на благоприятные условия проживания. По данным на 21 марта, уже 101 дом в области из тех, что ранее выкинули из программы капремонта, признали аварийным в установленном законном порядке. Татьяна Прокопенко, телекомпания БАРС. Несанкционированный слив жидких отходов обнаружен в районе деревни Хребтово. После жалоб жителей администрация Ивановского района пообещала провести проверку, а департамент природных ресурсов уже побывал в указанном месте. По информации местных жителей, канализация течет из трубы под дорогой прямо в канал Волга-Увадь, а потом попадает в Увадько-Водохранилище. Стоки выходят с краю деревни, рядом, по словам жителей, стоит зловонный запах. Напомним, что из водохранилища происходит забор воды для снабжения областного центра. На место выезжали представители департамента природных ресурсов и экологии. Трубу обнаружили, заявили, что будут выяснять вместе с компетентными органами происхождение сброса и потенциальных источников загрязнения с точными водами. Выход с проверкой планируют и специалисты управления контролей и профилактики правонарушений районной администрации. Иваново атаковали крысы. Горожане присылают в нашу редакцию десятки фото-видео с полчищами грызунов. И практически все они обосновались на мусорных площадках. Вот несколько недавних сообщений. Цитирую. Сколько это будет продолжаться? Дети мимо этого ходят в школу и детский сад. Эта контейнерная площадка расположена в Кохме на машиностроительной улице рядом с домами 26 и 28. Жители сообщают, мусор периодически здесь вывозят, а вот территория вокруг не убирается. Похожие сообщения с улиц 2 Чапаева и Южной. Это съемка с Лежневской улицы. Рядом бизнес-центр Славянский. Десятки крыс спокойно разгуливают по тротуару и даже не боятся прохожих. Аналогичное сообщение с улицы Колесаново. Вопрос у всех обратившихся один. Как бороться с грызунами? Вот ответ. За контейнерную площадку отвечает собственник земли, на которой она расположена. Решать проблемы с грызунами должен именно он. Если мусорка находится на придомовой территории многоквартирного дома, то за ее состояние отвечает управляющая компания. Жителям нужно написать соответствующее обращение в свою УК. Улицы и магистрали Иваново убирают после зимы. С проезжей части вывозят с мед, с обочин мусор. Однако на некоторых общественных территориях по-прежнему грязно. Горожане не устают присылать в нашу редакцию фото и видеоподтверждения. Куда обращаться, чтобы мусор убрали и как организовать субботник, расскажет Марина Зенина. На летнее содержание уличной дорожной сети перешли в середине марта. Сейчас техника убирает смет с проезжей части. В первую очередь машины проходят по центральным улицам города. На дороге выведено порядка пяти пылеуборочных машин, пумы так называемые, и два чистодора. Работы проводятся как в дневное, так и в ночное время. За день оператор обрабатывает в среднем пять улиц. Сотрудники дорожного хозяйства просят автомобилистов проявлять терпение. По крайним правым полосам пылеуборочная техника ездит не просто так. Боковая щетка, она собирает грязь от бордера, подает к соплу, который засасывает. Центральная щетка с центра тоже к соплу подвигает. Как бы делает в одну полосу и происходит забор. Ночью на улицах другая смена. Прицепные подметально-уборочные машины «Чистодар» в паре с самосвалами. Приступили и к ручной сборке мусора и смета. В эти выходные в городе также пройдут субботники. В течение апреля будет действовать месячник по уборке. Если в организации хотят привести в порядок определенную территорию, управление благоустройства готово предоставить инвентарь и мешки для мусора. С 6 апреля по ночам в городе работают поливомоечные машины. Вымывают песок с асфальта. Тем временем вдоль некоторых квартальных дорог по-прежнему лежат кучи мусора. Такую картину, например, наблюдают родители, когда ведут детей в 29-ю школу. Если вы обнаружили на территории общего пользования стихийную свалку, можно обратиться в городской комитет по экологии. Марина Зейна, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Все чаще ивановцы в соцсетях хвастаются вот таким урожаем, собранным со своей одежды. Будьте особенно осторожны, отправляясь на природу. Сезон клещей открыт. В прошлом году от их укуса в области пострадали более 3000 человек. Управление Роспотребнадзора напоминает, ежегодно в области регистрируются случаи заболеваемости клещевым энцефалитом и другими опасными инфекциями. Самый надежный способ защиты от заболевания – прививка. Конечно, ее лучше проводить до начала сезона активности клещей, то есть в ноябре-марте. Вакцинироваться можно и в другое время, но важно помнить, защита от заболевания наступит только через две недели после второй прививки. Важно, конечно, обезопасить и окружающую среду, снизить риск присасывания клещей к человеку. Это уборка мусора, сухостоя, благоустройство парков и скверов с последующим проведением акарицидных обработок. Как сообщает Роспотребнадзор, в этом году в нашем регионе противоклещевую обработку проведут на площади более 1 тысячи гектаров. К обязательным территориям обработки относятся летние оздоровительные лагеря, санатории и дома отдыха. Сотни шин и столько же ртутных ламп в одном месте. В Иванове приступили к ликвидации свалки на окружной дороге в районе улицы Станкостроителей. Неделю назад мы рассказывали о заброшенном пустыре в районе улиц Березняковских и Станкостроителей. За несколько лет на берегу пруда в огромном количестве скопился строительный бытовой мусор. Экоактивисты там же обнаружили опасные для здоровья отходы. Использованы автопокрышки, битые люминесцентные лампы. По указанию Ивановской администрации, на этой неделе компания «Чистый город» все же приступила к вывозу отходов. Правда, малыми силами. Коммунальные службы выделили одного человека на уборку огромных мусорных навалов. Акция по уборке огромной захламленной территории сейчас больше похожа на формальный подход поставленной задачи. Типа для галочки. Ивановцы также интересуются, возобновится ли как раньше бесплатный сбор отработанных автомобильных покрышек в городе. В мэрии подчеркнули, что в этом году проводить подобную акцию для горожан точно не планируют. По шинам просьба обращаться в специализированные организации, либо в шиномонтажи для их утилизации, легальной их утилизации. Заместитель главы города также отметил с вопросами по несанкционированным свалкам мусора и навалу шин на общественных территориях. Можно обращаться в городской комитет по экологии. Администрация заключила муниципальный контракт и уже определила подрядчика на эти работы. Теперь у нас короткая реклама. Вот о чем расскажем после нее. Спортсмены баскетбольного клуба «Энергия» встретились с губернатором и обсудили, где строить баскетбольную площадку 3х3. Площадок для уличного баскетбола в Иванове нет. Это будет первое. Проект современный. Главное – это покрытие и возможность проводить здесь соревнования любого уровня. У меня в руках макет въездного знака в старинное село Шикшово Гаврилово-Пасадского района. В Ивановском политехе состоялась защита проекта «Памятные знаки» на трассе Суздаль-Гаврилов-Пасад. Какие еще работы подготовили студенты и воплотятся ли они в реальность, расскажем через несколько минут. «Интеркомтел» в вашем телефоне. Скачайте приложение и оплачивайте услуги онлайн. Общайтесь со специалистами компании в удобном чате. Быстро, надежно и безопасно. Вы смотрите программу «Губернии». Мы продолжаем выпуск. В Ивановской области пожарные все чаще стали выезжать на тушение травы. Спасатели просят жителей региона быть осторожнее и соблюдать все требования особого противопожарного режима. Отметим, особый режим вводится на территории региона с 26 апреля указом губернатора продлится до 16 мая. В это время не допускается разжигание костров в лесах и торфяниках и вообще ограниченное нахождение там людей и заезд на машинах. Между тем, с установлением теплой погоды пожарных уже более 30 раз вызывали на тушение травы в разных районах города. Она вспыкивает из-за окурков, из-за детских игр с огнеопасными предметами. Некоторые граждане привыкли выжигать сухую растительность. Это тоже приводит к пожарам. Только за последние сутки спасатели 19 раз выезжали на возгорание травы. Общая площадь составила более 3000 квадратных метров. Уважаемые жители Ивановской области, не жгите траву, пресекайте шалости детей. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. На граждан до 15 тысяч рублей, на должностных до 30 тысяч рублей, на юридические лица до 400 тысяч рублей, а также предусмотрена уголовная ответственность. В этом году в Иванове на набережной Уводе, недалеко от будущего дворца водных видов спорта, планируют начать строительство центра уличного баскетбола. Это будет площадка 3х3, которая позволит проводить соревнования различного уровня. Глава региона встретился с баскетболистками Ивановской энергии и обсудил перспективы. Об этом расскажет Ирина Афонина. Проект по развитию и популяризации баскетбола 3х3 реализуется в стране с 2019 года. Усилиями Федерации баскетбола России и Промсвязьбанка в стране уже построено 17 площадок. В этом году планируется циновить еще 6, в том числе и в областном центре. Мы договорились с Федерацией баскетбола и с Промсвязьбанком, что появится в городе такая уникальная площадка 3х3. Баскетбол сейчас 3х3 набирает популярность. Площадка будет доступна не только для спортсменов, но и для зрителей. Там какие-то будут сборно-разборные трибуны. Но сейчас как раз вместе с баскетболистами выбираем, где это сделать на набережной. К строительству приступят в этом году. Обещают завершить к сентябрю. В среду осматривали место, где обустроят площадку. Однозначно это будет на набережной Увиде рядом с дворцом водных видов спорта. Площадка многофункциональная. Включают в себя игровое баскетбольное поле 3х3, трибуны, воркаут-зону. Для баскетбола 3х3 у нас есть только... Ну, очень мало площадок в городе. И есть только 5х5 залы. Так вот, баскетбольный клуб «Энергия» и дворец игровых видов спорта. А для 3х3 у нас как таковых залов и нет. 3х3 – это разновидность баскетбола, в которой команды состоят не из пяти, а из трех человек. Игровая площадка меньшего размера. Правила игры отличаются от классических. Зародился в 50-х годах в США. Играли на уличных площадках. Это здорово, что и руководители все заинтересовались этим проектом. Что это свидетельство того, что баскетбол – популярный вид спорта. И мы уверены, что эта площадка, если мы ее построим, она будет заполняться с утра до вечера. Это надо только правильно организовать работу. Проект современный, отметил Евгений Снегирев. По всем стандартам будущая площадка сможет стать местом соревнования любого уровня. И главное, чтобы вокруг этого пространства создали зону комфорта. Ирина Афунина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». В Ивановском политехе состоялась защита проекта «Памятные знаки» на трассе Суздаль-Гаврилов-Посад. Уплотятся ли работы студентов в реальность, узнала Юлия Семина. Темы проекта предложили в администрации Гаврилова-Посадского района. В этом году город отмечает юбилей. 590 лет со дня первого упоминания и 235 со дня присвоения Екатерины II статуса уездного города. И, наверное, вы все слышали о том, что у нас была выведена такая порода, как Владимирский тяжеловоз. И поэтому мы обратились к студентам за помощью в разработке нам знаков на все населенные пункты, которые соединяют нас с Суздалем. До 1917 года Суздальский уезд занимал огромную территорию. На ней было множество сел, деревень и только два города. Гаврилов-Посад и Суздаль, которому в этом году исполняется тысячи лет. Между городами были тесные связи, особенно в области торговли. А расстояние между ними небольшое. Всего 30 километров. Молодые люди поддержали нашу идею. И вот сегодня мы присутствуем как раз-таки на защите тех проектов, которые они нам представят. Посмотрим, как это будет выглядеть. Над проектом студенты работали два месяца. Всего разработали 20 въездных знаков. Все деревни и села выбирали из маршрута Суздаль-Гаврилов-Посад. Вообще памятные знаки нужны во все населенные пункты, чтобы проезжающий человек вообще понимал о том, что это не просто дорога с полем, а что здесь также живут люди. Территория наша большая, а плотность, мы живем все очень плотно. И поэтому хотелось бы, проезжая по этой значимой дороге, а она значима тем, что являлась пересечением торговых путей, проезжать и читать про те места, которые мы проезжаем. В институте говорят, знаки непременно нужны, чтобы туристы видели, по какой богатой истории земли едут. Долго пришлось изучать информацию про село Ирмес. Мало было что написано, но все-таки я смогла найти, от чего можно было оттолкнуться. Село было создано благодаря тому, что там очень активно развивалось сельское хозяйство. Поэтому свою работу я решила выполнить в виде мельницы. Также я предусмотрела путь, по которому можно подойти и сфотографироваться с моим визным знаком и парковочный карман. Въездной знак для старинного села Шикшова разработали сразу две студентки. Работы получились абсолютно разные. Здесь изображена мельница, на этом макете в центре внимания богатырь в доспехах. А вот макет въездного знака близ сел Большое и Малое Давыдовское. В основе экспозиции – церковь. Потому что главная достопримечательность сел – церковь Покрова Пресвятой Богородицы. И главный вопрос – воплотятся ли эти работы в реальность? Мэрии говорят, это возможно, но из 20 проектов выберут самый лучший. Установят, если будет позволять бюджет. Ну а временных рамок – нет. Юлия Семина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Смотр сил и средств провели областные спасатели. Технику и оборудование регионального МЧС оценили в целях экстренного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. В состав аэромобильной группировки входит 100 человек личного состава и 15 единиц техники. В сезон состав техники может дополняться. Руководители осмотрели внешний вид сотрудников, личную экипировку, в том числе укомплектованность тревожных сумок. Оценили, насколько готовы спасатели отбыть в районы возможных чрезвычайных ситуаций. Как показала проверка, машины находятся в исправном состоянии, оснащены всем необходимым оборудованием. Спасатели готовы к выполнению задач во время чрезвычайных ситуаций. Могут работать как в области, так и за ее пределами в любой точке страны. О погоде. По данным Роспотребнадзора, на территории области в период с 10 по 14 апреля ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. А какие температуры ждать в ближайшие сутки, расскажем далее. Унидом. Счастье в каждый дом. Причем довольно резко. Временами небольшие осадки. Текстиль на дачу. Теплица в придачу. Дачный сезон в текстильном центре Рио. Дарим 100 тысяч рублей теплицу и другие ценные призы своим покупателям. Чем больше чеков, тем богаче урожай. Сразу после новостей объявление в городской хронике. Если у вас есть тема для репортажа, интересное видео или замечания, пишите нам на сайте Иванова Ньюс в разделе «Контакты» в группы Барса в соцсетях «Контакты» или «Одноклассники». Также обращайтесь с мессенджера, телеграм, вайбер, ватсап по номеру, который видите на экране или звоните по нему. Итоги дня продолжим подводить в 20.30. Удачи!